Всем привет, вы на канале Сравним. Сегодня мы с вами поговорим о Яралаше. Думаю, вряд ли найдется кто-то из вас, кто не знает, что это такое. Ведь за 45 с лишним лет успело выйти более тысячи сюжетов, среди которых есть весьма запоминающиеся. Естественно, запоминаем мы их по детям-актерам, которые играли в этих сюжетах. Время бежит неумолимо. И тем, кому было 10 лет, сейчас уже 50, а кому-то за 30. Но так или иначе, все выросли. Сегодня мы с вами посмотрим, как изменились дети-актеры. Приготовьтесь, выпуск будет длительным, поэтому наливайте чай и приятного просмотра. В телеграм я выложу дополнительные материалы по этому выпуску. Видео со съемок Яралаша, различные старые кадры, поэтому подписывайтесь. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Кстати, а вы сами смотрели Яралаш? Жмите палец вверх и следа. Ну и теперь поехали, приятного просмотра. Не, я не могу на дискотеку. Мне алгебру надо делать. Ну а начну я с Александра Головина, который больше издействий многим из вас пока детству, или фильмом «Елки». Но свой первый успех актер приобрел именно после съемок в Яралаше, куда он пришел в 13-летнем возрасте. Всего Александр снялся в 15 выпусках киножурнала. На текущий момент ему 35 лет, и он по-прежнему снимается в кино. Кстати, вы знали, что Саша родился не в России, а в Чехии. А первым его опытом в кино были съемки у Найка Борзова, в клипе на знаменитую песню «Три слова». Федор Стуков попал в Яралаш в 1981 году. На тот момент ему исполнилось всего 9 лет. И сразу же завоевал любовь зрителей по всему Советскому Союзу. Правда, до этого он уже успел отметиться в замечательном детском фильме «Приключения Тома Сойера и Геккельбери Финна», которые, думаю, смотрели все советские мальчишки и девчонки. Кстати, а вы из их числа? Пишите в комментариях, выделили ли вы этот фильм. После этих съемок актер вместе с Владиславом Галкиным даже в Америку скатался по приглашению США за отлично сыгранную роль в приключениях. После Яралаша был «Остров сокровищ», «Пеппи длинный чулок», ах да, чуть не забыл фильм «Родня», где мальчик сыграл роль девочки Иришки. Позрослев, Федору практически перестали даваться роли, да и 90-е наступили, когда всем актерам было тяжело. В итоге, сыграв в 1992 году главную роль Сашки в фильме «Бег по солнечной стороне», актер больше не сыграет на ведущих ролях в фильмах и закончит со съемками в 2017 году. Сейчас Федору Стокову 50 лет, и он, естественно, сильно изменился с тех самых пор, и совсем не напоминает того милого мальчишку из Яралаша. Теперь он занимается продюсированием и режиссурой. Знаешь, Вань, а у меня для тебя есть сюрприз. Сюрприз? Ага. Нет, я не люблю сюрпризов. Тебе понравится, я обещаю. Продолжу я красавицей Ольгой Кузьминой, которая попала в киножурнал будучи 13-летней девочкой, хотя, если честно, я бы не дал ей столько, смотря выпуски. Она приняла участие в 9 выпусках Яралаша, после чего продолжит свою кинокарьеру, закончит Гиннес, и до сих пор успешно снимается в кино в возрасте 36 лет. Значит так, если это все съедаю, я тебе бью ты щелбана, ну а если не съедаю, ты мне. Правильно? Ну... Знали вы или нет, но Павел Косинский является сыном знаменитого Романа Карцева, и его творческий путь начался именно с выпусков Яралаша, куда актер попал в 1988 году в возрасте 12 лет. Именно благодаря съемкам в киножурнале к Павлу и пришла первая узнаваемость, которая, к сожалению, не конвертировалась в обилие ролей. Сделав 10-летний перерыв в съемках, актер вновь начнет сниматься в начале нулевых, и запомнится своей роде сержанта Рылеева в «Солдатах». Да и все, пожалуй. В новое время 47-летний Павел Косинский изредка мелькает в сериалах. Например, его можно увидеть в образе соседа в сериале «Саша Таня» или уголовника в «Иваново-Иваново». Только вы побыстрее, моя бабушка такая нервная. Скажите, чтоб не волновалась. Мы скажем. А это еще одна детская звездочка на небосконе Яралаша. Крупный мальчик Павел засветился на экранах еще в фильме 1973 года «Анискин и Фантомас». После которого пришел сниматься в Яралаше, где играл различных хулиганов. Его актерская карьера закончилась в 2010 году. Но кто знает, может быть, он еще порадует поклонников появлением в кино. Однако пока что 60-летний Паща и Вася работают в сервисном центре и ждет своего часа. Кстати, потом пишите в комментариях, про каких актеров детей я не упомянул в этом выпуске. Может быть, еще на один выпуск насобираем. Главного тренера по бразильской системе, думаю, знают все любители футбола и Яралаша. 13-летний вальчишка Владимир Сычев весьма плотно вошел в историю, снявшись в данном выпуске. После него будет и еще шесть выпусков, в том числе один во взрослом возрасте. Ну а юные зрители, которые не смотрели Яралаш, могут знать актера по роли в сериале «Физрук», где он исполнил одну из глядущих ролей, ну или более свежему фильму «Начать сначала», где актер сыграет главного. На текущий момент Владимиру Сычеву 52 года, и он продолжает успешно сниматься в кино. Вить, чего? Ты Сережку из третьего подъезда не видел? Екатерина Вуличенко – одна из немногих в моем выпуске, кто снялся всего в паре выпусков. Однако выпуск «Он и она», вышедший в 1992 году, думаю, запомнились многим зрителям. Именно там 12-летняя Екатерина впервые представила перед зрителями и поняла, что актерское искусство – это ее жизненный путь. В дальнейшем актриса сыграет во множестве фильмов и сериалов, однако роли будут в основном эпизодическими. Могу лишь отметить сериал «Офицеры 2», снятый в 2009 году, да фильм «Гадкий утенок» 2011 года. А лично вы помните эту актрису? Ее всегда напишите, по какому кинопроекту. Сейчас Екатерине Вуличенко 43 года, и она по-прежнему снимается в кино. И так, как всегда, добровольцев нет. Ну что ж, тогда нам ответит... Нам ответит... Учитель географии. Ну а этого мальчишку с огненной головой, думаю, помнят все, кто смотрел в то время «Яролаж». Именно после съемок в киножурнале и взошла звезда семилетнего Александра Лае, которая впоследствии, к сожалению, сильно угаснет. Но тем не менее, Александр снимется в неплохом сериале «Некст», сыграв там одну из ведущих ролей, а еще сыграет десяток эпизодических ролей, впоследствии оставив съемки в 2016 году и возобновив их в 2020. Сейчас Александру Лае 40 лет, и впервые за долгое время у него была ведущая роль в фильме 2022 года «Иван Семенов. Школьный переполох», который снял Антон Богданов. На текущий год у актера запланировано участие уже в четырех кинолентах. Розовая. Вот такой горох. И кругом оборки, оборки, оборки. Рукава фонарика. Здесь такой поясок. Ну не платье, а загляденье какое-то. Имя этой девочки, думаю, чаще всего приходит на ум при упоминании сериала «Папины дочки». Однако за три года до его появления 13-летняя Анастасия Сиваева снялась в трех выпусках «Яролаша» и заработала первые лучи славы, которые разгорелись еще ярче после «Папиных дочек». Правда, потом вся слава сошла на нет, и актрису практически было не видно на экранах. Сейчас Анастасии 32 года, и она посвятила свою жизнь семье, выйдя замуж. Тем не менее, ее можно заметить в эпизоде сериала «Горенов 2», вышедшего в 2020 году. Ну и многие ждут ее в продолжении «Папиных дочек». А это еще один персонаж, которого помнят больше по кадетству и пьяным выходкам. Но есть и те, кто наблюдали за становлением актера Кирилла Емельянова в «Яролаше», куда он пришел в возрасте 12 лет. И лишь спустя несколько лет после этого он прославится своей ролью крысы из кадетства. Хотя кто-то, может быть, вспомнит студию «Росволочах». Это, пожалуй, самые яркие роли актера, потому что потом будут лишь эпизоды и одна ведущая роль в фильме «Мальчики с восток». На текущий момент Кириллу Емельянову 32 года, и он продолжает очень редко сниматься в кино. Но внезапно сыграет главную роль в фильме «Чемодан Масолова», который выйдет в 2024 году. Ну или нет, потому что проект постоянно переносит. А это еще один харизматичный мальчишка, игравший хулиганов «Яролаша», чем и запомнился тысячами ребят. Однако после отличного старта в «Яролаше» прорыва в карьере Сергея Шовгунова не случилось, и яркая звезда 14-летнего мальчишки угасла. Всему виной 90-е. В итоге парень устроится на обычную работу и будет работать кровельщиком. Но его до сих пор узнают зрители тех 14 выпусков и просят сфотографироваться. Сейчас Сергею Шовгунову 54 года. Он женат, и у него есть один сын, которого зовут Ярослав. Еще один харизматичный мальчишка, запомнившийся многим по выпускам «Гвоздь программы», «А ну-ка отвали», где Велимиру Русакову было всего 14 лет. Однако его первое появление на ТВ было совсем в раннем возрасте. Четыре года мальчик снялся в фильме Сергея Русакова «Пустя льга», но запомнился актер именно с по своим ролям в «Яралаше». С тех пор Велимир вырос, превратился в мужчину, ему 35 лет, и иногда он снимается в кино и пишет музыку. Ну ничего себе сходил за хлебушком. А это еще одна «Звезда Яралаша», выпуск с которым посмотрели около 7 миллионов раз. Антон Колесников появился в киножурнале, будучи подростком и уже знаменитым, потому что ранее он успел сняться в «Простых истинах» в сериале, который смотрели, наверное, все дети нулевых. 13-летний мальчик с большими глазами влюбил в себя множество зрителей киножурнала, снявших в пяти выпусках, после которых дальше продолжит свое восхождение по актерской лестнице. Сейчас Антону Колесникову 40 лет, и в кино он снимается, к сожалению, не так уж часто, предпочитая экрану, сцену и работу в дубляже. Эту вредную школьницу из «Звезда Яралаша», наверное, помнит каждый. Ее дебютный выпуск «Признание», где девочке было 13 лет, посмотрели на YouTube более трех миллионов раз. После этого было еще четыре детских выпуска и один взрослый. Однако в дальнейшем Полина Ртищева отказалась от кинокарьеры и сделает выбор свой в пользу журналистики. На текущий момент женщине 37 лет, она счастлива в браке воспитывает детей, параллельно ведя блог о психологии и делает свечки. Озорная девчушка Анна Цуканова «Кот» тоже запомнилась многим из вас, я в этом уверен. Ведь она приняла участие в 13 эпизодах киножурнала и оставила яркий след в этом киноальманахе. В выпусках 12-летняя девочка смотрелась весьма комично, и мало кто мог подумать, что она вырастет весьма привлекательную девушку, за плечами которой множество заметных ролей в крупных кинопроектах, таких как «Отцы и дети», «Брестская крепость», «Каникулы президента». На текущий момент Анне Цукановой «Кот» 34 года, и она уже два года не снимается в кино. Продолжу я с советским мальчишкой Аркадием Маркиным, который, будучи ребенком, снялся в нескольких выпусках киножурнала. Однако первой ролью мальчика стал совсем не нейролаж, а кино «Ни слово о футболе», в котором 7-летний Аркадий сыграл роль мальчика Коль. Спустя год он примет участие в пяти выпусках «Яролаша», а в 1982 году завершит свою кинокарьеру, окончит школу, поступит в МИФИ, а затем откроет свой бизнес. К сожалению, в 2015 году мужчина не станет. Он оставит этот свет в 48 лет. Виной всему инфаркт. Умножить, на, скобка, открывается. Таксо! А это Дмитрий Мартынов, мальчишка, который стал знаменитым еще до своих съемок в «Яролаше». За год до этого он дебютирует в фильме «Ночной дозор» и проснется знаменитым. Выпуски «Яролаша», «Кроссворд» и «Верный приемчик» звучатся позже и закрепят успех актеров. В дальнейшем у Дмитрия будет не так много ролей, а в 2010 году он совсем пропадет с экранов. У парня музыкальное образование, и сейчас в свои 32 года Дмитрий Мартынов плотно занимается музыкой. Дмитрий Веркиенко попал в «Яролаш» благодаря агентам, которые пришли в школы в поисках новых актеров. Будучи 13-летним мальчишкой, он принимает участие в выпуске «Рыцарь», а уже спустя 5 лет дебютирует на экранах большого кино, снявшись в «Тайных двадцовых переворотов». Сейчас Дмитрию Веркиенко 41 год, и его кинокарьера, видимо, позади. Тем не менее, он продолжает играть в театре и озвучивать фильмы. Спасибо тебе, мальчик. Ты меня очень выручил. Что ж, пойдем по музыкальным исполнителям. Данную девочку, думаю, знают зрители помладше. Ведь Юлия Волкова, еще до своего громогласного успеха тату, успела отметиться в нескольких выпусках киножурнала. На момент съемок ей было 14 лет, и ее музыкальная карьера, можно сказать, не началась, ведь группа «Тату» выпустила свой дебютный сингл в конце 2000 года. На текущий момент карьера 39-летней Юлии Волковой не такая уж ярко, как прежде. Но тем не менее, она продолжает выпускать песни и сниматься в различных музыкальных шоу. Это еще один вокальный исполнитель, попробовавший свои силы в съемках Яралаша. Влад Топалов в то время не был певцом, да и вообще был достаточно пухлым мальчиком, за что его в школе позвали пирожком. 16-летний Влад сыграет в одном выпуске под названием «Холостой выстрел» и больше не появится на экранах в роли актера, если не брать в счет камео и эпизод в сериале «Петрович». Дальше он станет весьма знаменитым певцом, коим и является до сих пор в возрасте 38 лет. Наташа, можно тебя на минуточку? Следом у нас еще один представитель музыкальной сцены – Сергей Лазарев, который, будучи представителем ансамбля «Непоседы», принимал участие в съемках Яралаша в возрасте 14 лет. Дальше мальчика ждет достаточно грандиозная карьера певца, участие в Евровидении, где он займет третье место. На текущий момент Сергею Лазареву 40 лет, и он по-прежнему поет и выпускает новые песни. Ну и, пожалуй, хватит. Не думаю, что многие из вас досмотрели до конца. Но если досмотрели, жмите палец вверх, если еще этого не сделали, и подписывайтесь. До новых встреч!